Привет, я Стас Давыдов, и мы все можем танцевать и петь от радости, потому что сегодня день рождения не только Андрея Губина, но и самого Филиппа Киркорова. Как же символично, что это совпадает с праздником всех ведьм и нечисти в Альпургиевой ночью. А первый видос прислал Бодеснет. Итак, номинат на премию Дарвина, мастер дрифта на муравье и просто хороший человек, Лёня, встречайте. Вот такой вот, Лёня, вот такой вот мастер дрифта на муравье. Ах, да, премия Дарвина. Ого, да Леонид еще и мастер мистического исчезновения. А, так Лёня в гольф играть любит. Ну, сам он круглый, потому что дурак. И лунка как раз под его размер. Лёне теперь нужно как можно активнее демонстрировать, что он живой, чтобы остальные не начали его закапывать. А то, собственно, с муравья, да к червячкам. Э, Жак Ив Кусто, как там донные моллюски? А, не. Э, Геракл, в царство Аида отправился цербером утузить. И это хорошо. Мазяяяк прислал второе видео. И это видео про Наскар. Что такое Наскар? Смотри, покупаешь ты такой билет, приходишь на трассу, берешь камеру, подходишь поближе к ограждению, чтобы все лучше увидеть. И тут приближаются машины. Так они могли так же у МКАДа постоять, только бесплатно. Или в школу на перемене зайти. Там, когда младшеклассники к буфету бегут, еще похлеще ураган получается. Черт, вот где Мерлин Монро, когда она так нужна? В общем, Наскар это очень-очень-очень дорогой и очень мощный фен. Я бы туда ходил исключительно с мокрой головой. А лучше брал бы с собой маленький ветрогенератор и заряжал телефон. Или вообще брал бы с собой маленький бассейн с водой и доску для серфинга и ждал бы, когда эти машины проедут и мне волну нагонят. Да, я дурак. И это хорошо. Физк 38 Рус. Это тот человек, который прислал нам третье видео. И это видео про кота в костюме акулы, который верхом на робо-пылесосе гоняется за уткой. Я обожаю интернет. Хотя кот не очень-то гоняется и утка не очень-то убегает. Но с одним не поспоришь, это действительно кот в костюме акулы и действительно верхом на робо-пылесосе. Мой хозяин идиот. Могли бы дружно сказать эти животные. К тому же их хозяин женщина. Это, конечно, не основная проблема, но я думаю, что именно отсюда эта тяга к ролевым играм. Да, у вас так классно получается играть в пловца и акулу. В следующий раз будете медсестрой и уткой. Надеюсь, она хотя бы в ванну их с собой не берет. Потому что от нее всего можно ожидать. Посмотрите, она никого из своих животных не пощадила. И вы не думайте, что я просто так панику развел. Я зашел на ее канал и посмотрел другие видео. Она способна придумать много чего другого. Например, одеть животных в другие костюмы. Запомни, утка. Чтобы выжить в этом дурдоме, ты должна оставить все свои страхи. Что-то у меня сложилось впечатление, что она снимала все эти видео, чтобы похвастаться своим робо-пылесосом. ХА! У меня есть, чем ей ответить. ОСУРОИСЬ! ГОНИ! НЕТ! 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 И это хорошо. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Видео на обзор сюда. До пятницы. Я обожаю интернет! Там, когда младшеклассники в буфет бегут, еще похлегче. Поклевче! Черт! Вот где Мерлин Мороз... Ахахаха Паха легче сменлин Марло Хахахаха Привет я Стас Давыдов Пальпургеевой ночью Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok